Джаз, контемп, хип-хоп. Давно знакомое направление для юных воспитанниц педагога современного танца Ольги Белошицкой. Уже более 9 лет она знакомит детей с миром хореографии. В начале каждой тренировки обязательная разминка. Маленькие танцоры тянут стопы и пытаются попасть в ритм, чтобы на предстоящих выступлениях продемонстрировать свои способности. Маленькие дети учатся владеть своим телом в первую очередь и вообще взаимодействуют с этим миром через тело. Дети постарше пытаются, помимо владения своим телом и того, что это классно и круто и модно, они пытаются оставить какую-то часть спонтанности, такой телесной, какой-то свободой. И посредством танца это можно сделать. За успехами маленьких артистов наблюдают родители. Регулярные открытые уроки позволяют им увидеть весь тренировочный процесс. Свой творческий путь Ольга начала в 8 лет, когда перешагнула порог танцевальной студии и с тех пор активно развивается в этом направлении. По ее словам, в какой-то момент жизни среди множества увлечений она выделила именно хореографию. Это большая часть жизни, с помощью которой я могу, во-первых, прожить какие-то свои чувства, эмоции и все остальное. Это у меня язык общения с другими людьми. Теперь на счету Ольги звание чемпионки России по танцевальному шоу, множество выступлений на концертах и соревнованиях. Хореография требует колоссальной отдачи, ежедневные изнурительные тренировки, регулярное посещение мастер-классов отечественных и зарубежных преподавателей, большие финансовые вложения. Это лишь малая часть того, с чем сталкивается каждый танцор. Это все тяжелые вещи, это пот, боль и все такое. Танец это такая очень внутренняя история, это про жизнь, про возможность быть живым человеком и знать себя и взаимодействовать с этим миром. Несмотря на все трудности, именно танец помогает детям и взрослым лучше понять свое тело, почувствовать внутреннюю свободу и получить ценный опыт выступления на сцене. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова